Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как мне удалось поработать гардеробщицей в английском клубе джентльменов. Эту работенку мне подкинула хорошая знакомая моего брата, которая всегда помогала мне в трудных ситуациях. И она знала, что на тот момент у меня не было работы, это был 2014 год. Я отчаянно искала различные работы, и вот эта знакомая подкинула мне подработку. Она тогда работала менеджером в этом английском клубе и сказала, что у них гардеробщица, ну что-то у нее произошло, то ли она заболела, то ли в семье что-то произошло, и она уехала. И на Рождество у них очень много проходило корпоративов, им нужна была на подмену гардеробщица. По-моему, на две или на три смены. Итак, что же такое гардеробщица в английском клубе джентльменов? Надо сказать, что работа была не пыльная, знай себе, принимай одежду, вешай ее на плечики, вывешивай в ряды и выдавай номерочки. А потом, когда гости уходят, также аккуратненько берешь номерочек, снимаешь их одежду с плечиков и выдаешь гостям, и они уходят. Надо сказать, что я работала не самими джентльменами, которые являлись членами этого клуба. Наверняка на эту работу нужны более подготовленные кадры, тем более на тот момент у меня не такой хороший английский был. Я только выпустилась со своего колледжа и только поступила в университет. Ну, что-то как-то общаться я могла, но на таких высокопарных тонах, конечно же, нет. Это были какие-то бизнес-корпоративные вечеринки под Рождество. Просто клуб сдавал в аренду помещение, где проходили какие-то корпоративы. Иногда за вечер проходила по 5 вечеринок в разных залах, и я единственная их обслуживала. То есть, у меня было очень много людей. Ну, не знаю, до 500, иногда до 1000 доходило. Иногда было так, что приходил корпоратив на пару часов, потом он уходил, приходили следующие. Кстати, мои рабочие часы были ночные. Ну, так скажем, я работала с 7 вечера и до 3-4 часов ночи. Мне, конечно, предлагали потом взять такси, но, в принципе, все, что я заработала, я бы и спустила на это такси, поэтому я ездила домой на ночных автобусах. Слава Богу, в Лондоне есть ночные автобусы. И так как я в те два дня заработала около, по-моему, 270 фунтов кэшем, брат уже начал подозревать что-то неладное, откуда у меня столько денег и почему я возвращаюсь под утро. Ну, конечно же, его подозрения не оправдались. Я всего отработала, по-моему, две ночи, ну, может быть, три. Я, честно говоря, не помню. Но я вот помню, что те деньги, которые я получила кэшем, помимо этого мне оплачивали 8 фунтов за час. По 8 часов я работала в ночную смену. Но те почасовые деньги, которые я заработала, мне их выплатили в следующем месяце. А вот на заработанный кэш я купила себе билет в Россию и полетела в канун Рождества домой к маме отмечать с ней Новый год. Откуда же взялись эти деньги? Все дело в чай. В Англии есть негласное правило оставлять чаевые 1-2 фунта работникам сервиса в ресторанах, в ночных клубах, в каких-то общественных заведениях. Это делает, конечно, не каждый человек. Около 20 где-то процентов, я такую статистику провела, оставляют уже ставила тарелочку с парой-тройкой фунтов, чтобы люди видели, что здесь можно положить денюжку. Но я сильно, конечно, не настаивала, в отличие от других работников. Я как-то один раз побывала в ночном клубе, мы с подругой праздновали ее день рождения и вот там я зашла в женский туалет и там сидела такая афроамериканка, которая убирает эти туалеты, клинит там. И она всем прямо настойчиво говорила, прямо тарелочку в руках держала, говорит, положите денюжку, положите денюжку. Я такая, блин, у меня и денежек-то с собой не было. В общем, она не выдавала какие-то там полотенца, руки вытереть после того, как помоешь. По-моему, даже туалетную бумагу не выдавала. Ну, я не помню, как я там обошлась, может, у меня было 50 каких-нибудь пенсов, может, я что-то и положила, но, конечно, мне было западло. Я из бедного контингента. А люди, которые, ну, там были финансисты, по-моему, праздновали Рождество. Ну, такие. Все-таки из маститых компаний организовывали вечеринки в этом клубе. И, ну, не бедные были люди. И они приходили, кто-то клал фунт, кто-то два. Но что я заметила, именно под Рождество люди были более щедрыми. Иногда клали и 5 фунтов, иногда и 10. Особенно, если они на веселе или хорошо пролили время и, как бы, ну, хотели сделать какой-то подарок девушке. Спасибо, что вы нас тут обслуживаете. Ну, разные там ходили разговоры. У одного, помню, не было вообще никакого кэша, но он так хотел меня отблагодарить за мою работу, за мой сервис, что положил мне двадцатку. Я уже там начала оправдываться и говорить, ой, у меня только там 3 фунта, вот что лежало на тарелочке. Вот так я немножко мухлевала. У меня, конечно же, в кармане было еще много однофунтовых монет. Но я говорила, ой, у меня только 3 фунта. Он говорит, ай, ладно, оставьте себе всю двадцатку. То есть такой щедрый попался. И вот как раз это было в тот момент, когда я ей заработала 270 фунтов. То есть именно под Рождество, я не знаю, да, наверное, гардеробщице, действительно у нее что-то случилось, потому что больше мне под Рождество ни разу не попадались смены. Она всегда крепко цеплялась за эти даты. А так я еще работала, помню, по весне и по осени. Ну, уже когда начинался сезон курточек, там очень мало было чаевых. Иногда было 15 фунтов за смену, иногда 50. Но таких вот глобальных чаевых я больше никогда не зарабатывала. В основном, в принципе, поток шел один за другим. Но когда уже начинались сами вечеринки, люди там тусили, иногда проходили мимо в поисках туалета. Туалет был недалеко от меня, и поэтому я уже всех просто по ищущим таким глазам направляла в ту сторону, куда надо было идти. На что мне запомнилось, многие спрашивали, а где здесь и начиналось туалет. Туалет. Loatry. То есть уборная. А loo. Тоже как бы туалет. Я думаю, блин, сколько же слов на этот туалет содержит английский язык. И только потом, когда я перечитывала вот эту вот любимую мою книжку, наблюдая за англичанами, антрополога Кейт Фокс, я узнал во главе «Семь смертных грехов», где она описывает, как отличить классовость человека по его произношению некоторых слов. Здесь сюда же входит и слово «туалет». То есть, если человек говорит «туалет», это означает, что он относится к рабочему классу или к среднему-среднему классу. Есть только одно различие между ними. Рабочий класс не произносит до конца слово «туалет» с окончанием «т» на конце, а они говорят «туалет». Средний-средний класс произносит «туалет» с твёрдым «т» на конце. Если человек говорит «лю» или «лавдри», то считается, что он относится к высшему классу. Я тоже, кстати, зная о всех вот этих «семи смертных грехах», старалась всё-таки подтягиваться к высшему классу, хотя и была, наверное, даже рабочий класс, если считать по английским меркам. Ну уж потом, когда окончила университет, уже можно было бы меня отнести к низшему-среднему, наверное, классу. Ну, классовости в России у нас не существует, но всё-таки всегда хочется затянуться за более успешными людьми. И, конечно же, все хотят принадлежать верхушке общества. Поэтому все, кто не знает, как правильно говорить по-английски, чтобы быть принятым высшим светом, читайте вот эту книжку. Очень полезная, очень рекомендуемая. Ну а чаще всего средний класс называют «женский» или «мужской туалет», «ледис» или «дженс». Что лично мне больше всего запомнилось, кроме чаевых, конечно. Это отношение персонала и менеджмента этого клуба к любому из сотрудников. То есть я была одной из низшего звена сотрудников, но всё равно и охранники, и менеджеры приходили постоянно ко мне и спрашивали, всё ли у меня в порядке, не хочу ли я чай, кофе или воды. И также меня кормили. Раз за смену я спускалась вниз в наш ресторан, где готовили все праздничные блюда, и там могла себе набрать, что я хотела покушать. То есть меня в это время кто-то там заменял, там охранник или менеджер даже вставал на моё место. Ну буквально минут на 10 меня отпускали, чтобы я могла передохнуть. А так в своё свободное время, ну когда нечем было заниматься, я сидела или со своим компьютером приносила ноутбук и делала что-то по программе университета, или просто читала какой-нибудь Космо, или просто разгадывала сканворды, кроссворды. Часто ко мне приходили люди просто пообщаться, о чём-то мы разговаривали. В общем, было интересно и увлекательно поработать. Единственное, что мне не понравилось в этой работе, это ночной путь обратно домой. Было очень страшно, особенно на Странфорд, когда я ездила возвращаться в 3-4 часа ночи и идти пешком от станции, куда приезжал автобус. Страшновато было. И после этого, естественно, тебе приходится отсыпаться где-то до середины дня. Но, тем не менее, оно того стоило. Хоть какую-то денежку на тот момент, когда у меня не было вообще никакой работы, я заработала и поехала отдыхать домой в Россию. После этого я ещё несколько раз работала в этом ночном клубе гардеробщицей. Уже я и жила в своей третьей семье. Меня отпускали на ночные смены, потому что в основном это были выходные дни, и на утро мне ничего не приходилось делать. Поэтому я могла спокойно отсыпаться дома и уже днём вставать и, если надо, убираться в доме или куда-то бежать. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!